Привет! В этом видео я хочу поразмышлять над тем, что такое успех, что принято подразумевать под этим понятием в наши дни. И подумать, действительно ли это так необходимо, как нам внушают телевизоры, утюги и прочие смарт-погремушки. Для начала заглянем в словарик. Нормальный, блин, толковый словарик. Ожегов приводит несколько значений. Первое – успех в достижении чего-либо. Второе – общественное признание. И третье – хорошие результаты в учебе или работе. Кстати говоря, назвать человека успешным – безграмотно. Понятие «успешность» определено как нечто, заключающее в себе успех. То есть успешной может быть охота, рыбалка или встреча, но никак не личность. С определением вроде бы разобрались. А что такое успех на самом деле? На живых примерах. Когда твоя жопа в инстаграме собирает 3000 лайков, или когда ты всю жизнь преподаешь литературу, и тебя обожают 3000 выпускников в твоем районе. Когда ты в поисковом отряде, и нашел в лесу 10 потерявшихся людей, или когда ты развел 10 человек на бабки по телефону. Когда ты на переполненном стадионе открыл счет, или когда ты один в обсерватории открыл новую звезду. В древней Индии представители высшей касты, богатые аристократы, на шестом десятке, завершая свою общественную и политическую карьеру, должны были взять в руки чашу для подаяния и босиком бродить по стране. Без этого их жизненный путь считался незавершенным, и они не могли рассчитывать на общественное признание. Я не призываю никого бросить все, отрастить себе бороду и бродягой пойти по Руси, я просто хочу подчеркнуть условность понятия социального статуса. Если этот пресловутый статус в разное время и в разных местах может означать совершенно разные вещи, то, наверное, смысла в нем не больше, чем в моде на дамские сумочки или какие-то побрякушки. И не стоит обращать на него внимание. Кто-то спросит, а ты-то сам чего вообще добился, чтобы рассуждать тут об успехе? Я даже не знаю. Мне всегда казалось диким чего-то добиваться. Добиваются дятлы? С точки зрения моей нехитрой философии, в современном обществе понятие успех ассоциируется с богатством, известностью и властью. Представление об успехе может немножко разниться у разных индивидов. Кому-то важнее популярность, кому-то размер финансовых активов, а кому-то возможность навязывать свою волю наибольшему количеству людей. Представления об успехе могут быть разными, но люди в погоне за ним вытворяют одинаковые глупости. Я не утверждаю, что надо упираться руками и ногами, если труд, который приносит тебе удовольствие, начинает пользоваться большим спросом. Нет, просто глупо целенаправленно добиваться того, что принято называть успехом. Будь то собственный завод по производству автомобилей или Нобелевская премия по химии. И совсем уж глупо страдать от того, что ваш уровень успеха ниже, чем у кого-то из известных людей. Почти сто лет назад В.И. Ленин изрек формулу, не потерявшую злободневности. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Действительно, ценности в сознание обывателя в основном загружаются посредством кинофильмов. Все, наверное, смотрели лицо со шрамом Сальпачино в главной роли. Ну, финальную сцену с горой кокаина на столе и с перестрелкой в шикарном сабыньке. Все же помнят. Таких фильмов очень много в Голливуде было снято, но возьму для примера этот. Три часа экранного времени кубинский головорез, эмигрировавший в США, старательно и последовательно становится богатым и влиятельным. В конце концов, жажда успеха оборачивается жуткой трагедией для героя и его близких. Но в сознании зрителя оседает совсем не это. Главное, что подкупает в фильме, это то, как за счет холоднокровия и целеустремленности кубинец шаг за шагом добивается того, что хочет. Он становится все богаче и влиятельней. Все богаче и влиятельней. И женщина, которая поначалу воротила от него нос, в конце концов, сдается. В фильме есть короткий монолог, который, на мой взгляд, является корневым. «Будь доволен тем, что у тебя есть», — говорит подельник кубинцу, желая умерить как-то его наполеоновские аппетиты. «Сам будь доволен», — отвечает кубинец. «Я беру, что в руки плывет». «И что же это?» «Весь мир, дружок, со всеми его благами». Так людям навязывается культ успеха. И когда обыватель, скажем, на своем BMW X5 приезжает на дачу, а на соседнем участке мужичок, абсолютно счастливый, довольный жизнью, возится на своих шестисотках, а рядом с покосившимся домиком стоит облезлый жигуль, у обывателя происходит разрыв шаблона. Он не может понять, как можно быть счастливым и довольным при таком уровне достатка. Срочно нужно приклеить этому соседу ярлык. «Блаженный дурак». Иначе просто концы с концами не сходятся. Иначе просто обрушится стереотип, на котором зиждется все самоуважение и самоосознание обывателя. Десять лет назад я работал в одной небольшой компании в центре Москвы. Генеральном там была добрая такая компанейская русская женщина. До сих пор помню ее реакцию на новость о том, что математик Перельман отказался от премии в 1 миллион долларов. У нее в голове не укладывалось, как можно отказаться от такой кучи денег. Я говорю, Алла Николаевна, может ему не надо. Может у нее все для счастья есть. Стол, карандаш, калькулятор. А она говорит, «Если ему не нужно, так хоть для мамы бы взял». Не понимают, в общем, люди, как деньги, большие деньги, ну, впрочем, как и полное их отсутствие, создают проблему. Большие деньги нужно тратить, их нужно куда-то вкладывать, нужно следить за тем, чтобы их не потерять. А если тебе для счастья нужен только карандаш и листок бумаги, и все, и ты погрузился в удивительнейший, увлекательнейший, жутко будоражащий мир, то деньги просто теряют для тебя смысл. Впрочем, это всего лишь моя версия. Сам Перельман, доказавший гипотезу по Ванкаре, объяснил свой отказ от премии несогласием с политикой математического сообщества. Но, глядя на хмуро-сытых коммерсантов, мне почему-то кажется, что в детстве они пережили какую-то трагедию. То ли их семья жила очень небогато, и они были постоянно снедаемы чувством зависти к более зажиточным одноклассникам, то ли девчонки на них упорно не обращали внимания. Мне такая картина представляется. Спортзал, школа, будущему олигарху 10 лет. Он болтается на турнике, кряхтит. Из-под футболки выпросталась его кругленькая пузика. Он пытается подтянуться второй раз, пытается, пытается, у него ничего не получается. И девчонки самые симпатичные где-то в стороне у шведской стенки, глядя на эту убогую картину, хихикают, прикрывая рот ладошкой. Вот он вырастет и покажет им. Да, он покажет, он всем докажет. Иначе я не могу объяснить поведение людей, чья жизнь напоминает какую-то непрерывную выставку достижений, кубков, грамот и других регалий. А ведь они же уже не докажут ничего этим девчонкам из 4-го А. Потому что нет больше этих девчонок. А есть толстые мамашки, которые заедают депрессию, сидя вечерами у телевизора. И неужели так важно что-то им доказать? Но стяжательство не единственное уродливое дитя успеха. Эта мания действует и на более тонком уровне. Например, известность. В зоне риска писатели, музыканты, художники. И новый тип ничем не примечательных людей, зараженных культом успеха, блогеры. Выпустил альбом, опубликовал роман, почта ломится от предложений секса без обязательств. Это ненадолго. СМИ помусолят твое имя пару месяцев и переключатся на других счастливых обладателей незаурядных талантов. И тогда ты такой «Эй, а я? А как же я?» Сколько знаменитостей поймали на этой почве чугунную депрессию. Поэтому совершенно мудрый человек плюет на успех, который ему рисуют рекламные ролики, сводки новостей, кинофильмы и даже книги. Он живет и наслаждается, следуя простой, как все гениальное формуле. Сначала счастье, а потом, может быть, успех. Потому что насладиться успехом это так же невозможно, как утолить жажду соленой водой. Я даю себе отчет в том, что этим видео никому не открыл Америку. Однако считаю, что о таких вещах не им вредно будет время от времени напоминать. Многие догадываются, что погоня за морковкой, подвешенной на веревочке, это бесполезная трата жизни. Однако не находят в себе силы остановить этот разрушительный бег. Ну, на этом давайте прощаться. Всем благоразумия и бодрости духа. Слушайте Heavy Metal и будьте здоровы!